Первый звонок на прямую телефонную линию поступил еще за некольки хвилин, до ее официального начала. Жахарку Гомеля цикавить махчимость строительства новой школы в микрорайоне Хутор. Юрий Шулейко каже, что это вопрос находится на контроле управления в области. В следующем году начнется проектирование объекта. В уголе сярод ты, кто вернулся до помощника президента жахары разных районов – Светлогорского, Ельского, Лоевского и непосредственно Брахинского. Никто не задоволен ценами в крамах, никто никак не может вырешить земельную спрежку с соседом. Светлана Ермоленко пришла до помощника президента не со скаргой. На ее думку, необходимо унести изменения в постанову Совета Министров номер 1842. Этот документ предуглеживает и льготы для специалистов, которые работают на заборудженных территориях. А лишь эра специальностей этим документам не уличены. Отрамливается, что люди работают побольше, а льготы мают разные. По постановлению 1842 там предусмотрен контракт на 5 лет и выплаты от 200 базовых величин. Вот в чем состоит и вопрос. Что не все профессии включены в это постановление для этой выплаты. Но люди приезжают в одну и ту же зону. То есть 15 кюрий и выше или 10-15 кюрий. А дел образования подходит, ЦРБ подходит. А вот именно, что остались такие неучченные организации, как лесхоз, как строительные организации, как мелиорация. Даже и сельское хозяйство, и те не все профессии были. Юрий Шулейка эту пропонову подтримливая. Ореште размовы идя об замасовании специалистов и выращении кадровой проблемы, якая на забруженных территориях вельми острая. Они нужны сегодня в чернобыльских районах. И сюда нужно привлекать молодых специалистов для того, чтобы в будущем обеспечивать жизнедеятельность. И необходимы социальные вопросы, которые необходимы, я думаю, не только для одного брагинского района, а те районы, которые сегодня, к сожалению, численность населения и активность его гаснет. Поэтому мы будем работать с правительством над этим вопросом. Подтримливая Юрий Шулейка и просьбу, с которой до его звертаются жихары в везке Рудня Журавлева. Некольки годов тому яны выступили за инициативой, увековившись память земляков, которые смогались на фронтах Великой и Чинной войны. 62 человек, загинулших в боях, и 15, которые вернулись домой. Частку необходимых сроков собрали сами. Частку выдатковый массовый бюджет. У вынеку в 2018 году в везсе усталявали поклонный крыш. Летось семь плит с именами загинулших. Для того, как мемориал набыл завершенный выгляд, тут засталось побудовать каплицу. Але для этого необходимо найти спонсоров. Все гордятся этим. Мы все гордимся этим, что восстановили здесь эти плиты память о погибших дедов, отцов, бабушек. Это вечная память. Именно я горжусь этим. Мы здесь восстанавливали. Лично я помогал. Ну все, начальство наше помогало деревне. Там приезжие помогали. Спасибо им. Помогали. Сельский совет нам хорошо помог. Промая телефонная линия протягивалась одну годину. И аж ше-две годины проходил особистый прием граждан. Для того, как принять кончатковые решения, некоторые огученные питания необходимо выучить додатково. По инших решений приймаются одразу. Сирот бодай наибольше расповсюдженных питаний, ремонт дорог и доброго упорядкования населенных пунктов. С ответственной просьбой звернулось одразу неколький человек. Есть вопросы затянувшихся, опять-таки, капитальных ремонтов, дворовых территорий. Начали, тянем. То денег не хватает или что. Чем дольше работаем, тем дороже это. Я думаю, что тоже вопрос благоустройства одного из дворовых территорий в Камарине будет решен до конца нового года. Вот такие обещания и непосредственно сегодня мы на приеме уже часть этих вопросов решили.